Обычная улочка, точнее даже проезд в Барнаульском частном секторе. Но этот от окружающих отличает громкое название проезд Достоевского. Великий русский писатель действительно бывал в городе Барнауле, но сегодня об этом посещении напоминает, пожалуй, лишь название этой улицы. Между тем, в Барнауле есть люди, которые уверены, что сей визит достоин гораздо большей памяти. Достоевский был в Барнауле шесть раз, проездом из Семипалатинска в Кузнецк, где тогда проживала его будущая жена. В Барнауле, по словам специалистов, классик видел реально училище, горный госпиталь, инструментальный магазин. Он был вхож и в дома знати города горных офицеров. К примеру, был гостем на балу по случаю дня рождения жены начальника горных заводов. Картина Алексея Дрилева, висящая в барнаульском Гмилика, иллюстрирует этот эпизод жизни писателя. 24 ноября 1856 года по прибытии в Барнаул Достоевский через Семенова, впоследствии Семенова-Тиньшанского, получил приглашение на бал к Генгросу. И приглашение было принято. Это был важный знак внимания, означающий барнаульская элита, приняла Достоевского в свои ряды, фактически сказав «ты свой». Барнаул писатель любил гораздо больше других городов, где проходила его ссылка – Семипалатинск, Кузнецк, Омск. Даже признавая, что барнаул полон сплетен, он считал его светлым. И когда думал, что вернуться в Санкт-Петербург ему не позволят, хлопотал перед своим другом, бароном Александром Врангелем, о том, чтобы здесь остаться. Если будет возможность говорить и хлопотать о переводе моем в статскую службу именно в барнаул, то ради бога не оставляйте без внимания. Если возможно говорить об этом с Гасфортом, то ради бога поговорите. А если можно не только говорить, но и делать, то не упускайте случая и похлопочите о моем переводе в барнаул в статскую службу. Филолог Достоевский вед Елена Сафронова говорит, классик провел в Барнауле в общей сложности две недели. Демитовская площадь, Нагорное кладбище, здесь он гулял, размышлял. Итог – более 40 упоминаний в письмах и записках. А город Мордасов из повести «Дядю Шкинсон» уверена Сафронова. Это и есть наш барнаул, а его герои – реальные жители. Сохранился дом, в котором останавливался литератор. Здание на пересечении Красноармейского и Интернациональной. А тогда, в 19 веке, он находился на нынешней площади Спартак-2. Тогда Синной. Еще в 2015 году Елена предложила назвать площадь именем Достоевского. И рядом с ней установить памятник писателю. Идею поддержали ведущие вузы края, общественники. Были разосланы письма во всевозможные инстанции края. И если насчет памятника, по словам Сафроновой, ответ был обычный – нет денег, то переименования пока даже не рассматривают. Возможно, это личные пристрастия. Кто-то считает, что это депрессивный писатель. Либо пытаются какими-то отписками ограничиться. Типа, это решение будет принято на следующем заседании топонимической комиссии. Но, видимо, она так редко собирается. А вот в городах, которые Достоевский любил меньше барнаула, писатели не просто помнят, его обожают. Есть памятник в Семипалатинске, в Омске, который писатель называл «гадким городишкой», есть музей Достоевского. Но дальше всех в Сибири пошел Кузбасс. Кемеровский предприниматель, общественник Эдуард Вистерман уже больше 10 лет продвигает в родном регионе бренд Достоевского. Под его руководством разработан фирменный стиль, запущен поезд со стилизованным убранством вагонов. Не говоря уже о конкурсах, акциях, даже товарах, вплоть до серии напитков. По словам Эдуарда, имена известных деятелей, как туристический бренд – это общепринятая мировая практика. Парадокс. Иностранцы Достоевского знают больше, чем россияне, те же жители Кузнецка. Ну а здесь, когда были иностранные специалисты, американцы, прежде всего, когда они помогали в строительстве КМК, и они, говорят, иностранцы интересовались каким-то Достоевским. И вот что меня огорчает, что мы скоро, наверное, придем к такому моменту, когда граждане Барнаульцы, например, они будут тоже говорить, что тут нам какого-то Достоевского все приписывают. Вистерман стал также инициатором проекта по установке верстовых столбов на пути Достоевского через Сибирь. По одному такому столбу сейчас установлено в Новокузнецке и Заринске. Скоро должен появиться и в Барнауле. В перспективе таких столбов должно появиться около десятка, и они станут основой глобального туристического маршрута со всеми вытекающими в виде сувенирной продукции, кафе, памятных мест. И Барнаул, уверен, общественник, должен стать одной из ключевых точек будущего тракта Достоевского. Вистерман надеется, что верстовой столб появится в краевой столице уже в этом юбилейном году. Но пока этот вопрос остается открытым, как и по установке памятника и переименовании площади Спартак-2. Будет много книжных выставок, которые устраивают наши ведущие библиотеки детской имени Крупской, Шишковка. Это выставочные проекты, которые делает, например, Художественный музей Алтайского края. Это День Достоевского в Гнилика, который сопровождается лекциями, кинопоказами. Как известно, три режиссера, наши земляка, прикасались к творчеству Достоевского. Эксперты уверены, как когда-то Достоевский нуждался в Барнауле, так теперь Барнаул нуждается в имени Достоевского. И пока есть те, кому интересна история взаимоотношений писателя и сибирской земли, бренд писателя, подчеркивают эксперты, нужно в сибирских Афинах поддерживать и развивать. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.